Беседа в машине с его божественной милостью Ачеба Ктивиданты с вами Прабхупадой. 12 июня 1974 года в Париже. Они здесь очень разочарованы. Несмотря на современные здания, они становятся очень агрессивными. Образовательная система воспитывает негодяев. Обрыв записи. Они говорят, наши дома слишком дорогие. Это большая проблема повсюду. Почему будем тогда не выехать? Проблема в городах. Да. Негодяи хотят жить в городе, пить вино, есть мясо. Проблемы неизбежно будут. Эта цивилизация просто создает проблемы. Анардха. Анардха значит ненужные проблемы. Эти негодяи не знают, как решить это. Но решение – бхакти-йога. Об этом сказано в Шимадбхагаватам. Эти анардхи проблемы созданы под влиянием Майи. Если вы хотите решить эту проблему, встаньте на путь бхакти-йоги. Анардха пашан мам. Вы сразу же прямиком решите ее. Прямиком. Негодяи не знают. Поэтому Виддван, Вьясадева, самый ученый человек. Он написал саттвату. Это произведение ващнавов, Шимадбхагаватам. Это единственное решение. Эти негодяи создали проблемы. Поэтому мы основали движение сознания Кришны ради их блага. Пусть они сотрудничают, и мы решим все проблемы. Политические, социальные. Все. Пусть они приходят и сотрудничают. Они не соглашаются закрыть бойню. Вчера тебя не было, когда этот мэр пришел. Я был. Я попросил его. Вы один из важных людей. Почему бы вам не согласиться, закройте скотобойню. Если вы хотите есть мясо, берите его, когда корова умирает своей смертью. Мы вам дадим. Каковы их возражения? Что они могут возразить в ответ? Возражение в том, что люди настолько стали нетерпеливыми, что касается вопросов удовлетворения чувств. У них нет никакого терпения. Они не могут ждать. Была такая история. В Соединенных Штатах были проблемы с бензином. По всему миру возник дефицит бензина. И выдавали по талонам. То есть люди получали понемногу. Машины выстраивались в длинную очередь на газозаправках. И они ждали долгое время. Иногда на бензозаправках заканчивался бензин. Люди так разозлились, что убили заправщика на станции. Обрыв записи. Но человеческая жизнь предназначена для аскезы и терпения. Это человеческая жизнь. В противном случае это жизнь животного. Это просто животная цивилизация. Не человеческая. Нам нужно заправиться. Полный бак. Они стоят на своей позиции. Как это диктует природа. Поэтому нет преступности. Они подчиняются природе. Мы тоже находимся в полной власти природы. Но нам дают некоторую уступку, чтобы мы могли взращивать духовное знание. И вот этот разум, этот дополнительный разум, которым мы наделены, мы вместо того, чтобы направлять его на обретение духовного знания, в чувственных наслаждениях, как животные. И вот то, чем они занимаются, то есть вот эта вот животная цивилизация, рафинированная животная цивилизация сегодня, называется цивилизацией. В действительности это просто животное общество, но немного приукрашенное, или рафинированное. И они называют это цивилизацией. Другими словами, они не знают, что такое человеческая цивилизация. Не знают. Они животные. Они не знают. А за эту услугу они что-то берут? Нет? Известный факт, что семья очень... семейные привязанности очень сильны. В Америке люди очень рано разводятся. Во Франции семейные привязанности очень сильны. Многие люди, многие семьи приходят и спрашивают нас, сможем ли мы открыть здесь школу для их детей тоже. У них есть этот интерес. Все опасаются нынешней системы образования, потому что они посылают своих детей туда, и они возвращаются сумасшедшими. Негодяи, они после образования, они просто становятся негодяями. Обрыв записи. Если мы позавтракаем немного раньше, это нормально? И затем к нам присоединится другой человек, и мы поедем быстрее, потому что грузовик медленно едет. Обрыв записи. То есть людьми можно назвать тех, у кого есть система религии. Это делает их цивилизованными. Правильно? То есть нынешнее общество, хотя оно кажется технологически продвинутым, может ли это общество называться цивилизованным? Нет. Пока технологическое развитие предназначено для телесных удобств, пока человек остается на телесных позициях в жизни, он животное. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова